Итак, привет дорогие друзья, дорогие подписчики и те, кто оказался на моем канале впервые. В этом видео я хочу сравнить два аппарата от компании Samsung. Это флагман предыдущего года S21 и флагман нынешнего года, 22-го, S22. И также я расскажу о своих впечатлениях от каждого из этих аппаратов. Так что устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Приятного просмотра! Давайте начнем с упаковки. Про нее ничего интересного рассказать я вам не могу, потому что сейчас комплекты минималистичные. Коробочка в S22 стала чуточку тоньше. В комплекте у нас идет сам телефон и кабель USB-C для зарядки. Телефон у меня S21, он в цвете серый фантом, а S22 в цвете черный фантом. Ну, давайте откроем их и перейдем непосредственно к самим аппаратам. Коробочки уберем в стороны, крышки вот так положим, чтобы было видно, где какой аппарат. С левой стороны у меня S21, с правой стороны S22. По габаритам они немножко изменились. S22 он стал чуточку ниже. И по ширине, по ширине он практически не изменился. Но изменились материалы, из которых сделаны эти телефоны. В прошлом году S21 был выполнен из... Рамка у него была алюминиевая, но задняя крышка была пластиковая. Как Samsung называла это гластиком, смесь пластика со стеклом. Ну, на самом деле, довольно-таки приятная задняя поверхность. В этом же году в S22 задняя спинка у нас тоже стеклянная, так как и лицевая. Рамка осталась такая же алюминиевая, стекло заднее матовое, сатинированное. То есть, печатки пальцев на нем не остаются. По самому стеклу, которое прикрывает матрицу, в прошлом году это было Gorilla Glass Victus, в этом году это Gorilla Glass Victus+. То есть, стекло должно быть более устойчиво к царапинам, к потениям. Поэтому можно даже носить его без пленки. Об этом даже говорит сама Samsung. Видите, в S21 в прошлом году пленочка наклеена с завода. В S22 экране с завода пленки почему-то нет. Ну вот, как-то так. Ну, давайте мы их включим сейчас и посмотрим, какой же телефон загрузится быстрее. Вот включился быстрее правый, то есть появилась правая, это S22. И сразу хочу сказать, в S22 изменилась вибра. Она стала тактильно приятнее, такая же, как у айфонов. Вот этого самого джужжания его стало меньше, и вы чувствуете такие просто толчки. То есть, наверное, моторчик стал линейным, и поэтому вибра приятнее в S22. Так как в S21 мы чувствуем, как разгоняется моторчик, и как работает вибра. Сейчас я эти телефоны разблокирую. Ну, как вы видели, первым включился S22. На камеру это не передашь, но в S22 прямо ощущается, как толчки такие в руку. Не слышно этот дзззз, который идет перед тем, как моторчик разгоняется. В S22 Vibro мне нравится лучше. Что касается экранов, экран в S22 стал чуточку меньше диагональ экрана. Она составляет 6,1 дюймов. В S22 диагональ экрана... Сделаю яркость на максимум. Диагональ экрана у нас 6,2 дюйма Экран более вытянутый по длине По ширине эти экраны одинаковые Ну и соответственно изменилось разрешение Если в S22 оно 1080 на 2340 пикселей То в S21 оно 1080 на 2400 пикселей Оба экрана поддерживают 120 герц Плавность движения она здесь и здесь Частота она по-моему идет от 24 герц до 120 Что в этом, что в этом В S22 плюс там вроде бы Или в S22 ультра Там вроде бы частота может опускаться до 1 герца Но это не точно Так, экраны плавные Все хорошо работает Менюшечка листается Все, то есть без всяких проблем Экраны приятные В S22 у нас обновился процессор Это теперь Exynos 2200 В S21 у нас был Exynos 2100 Всполненный процессор в S22 по 4-мм технологии Он должен быть более энергоэффективным И более быстрым Но в производительности я могу сказать Что плюс-минус все одинаково Может быть в играх вы что-то увидите Так как игровых тестов у меня нет Но по ежедневной работе В автономности эти телефоны плюс-минус одинаковые В S22 батареечка стала чуточку меньше 3700 мАч В отличии от 4 мАч в S21 И в S22 аккумулятор выполнен По литий-полимерной технологии Так как в S21 он был выполнен По литий-ионной технологии Как это скажется на работоспособности аккумулятора Ну, увидим все это со временем По камерам У меня есть на канале отдельное видео По сравнению этих камер Но основной модуль в S22 изменился Он стал 50 мегапиксельный Раньше был 12 мегапиксельный И изменился телевик Теперь здесь у нас Действительно оптический трехкратный зум Не так как было в S21 Там был кроп с основного модуля А зум на самом деле был там один с небольшим Объективы основной и телевик Имеют оптическую стабилизацию Сверхширик Он оптической стабилизации не имеет Сверхширик он остался такой же Как и был в S21 Такой же он в S22 Также камера фронталка Она не изменилась Осталась такой же Как и была в предыдущем S21 Что касается безопасности У нас сканеры под опечатка пальцев Под экранами Ну вот быстродействие Вы сами можете посмотреть Вот касаюсь И телефоны разблокируются Плюс-минус одинаково Может быть чуть-чуть лучше работает сканер На S22 Но в сканере под экраном Ничем не нравится Палец нужно именно прижимать То есть не касаться А чуть-чуть его сильнее прижимать К экрану Чтобы площадь соприкосновения была выше И тогда срабатывают они Безо всяких проблем И одно из отличий Которое там бросилось мне в уши Это отличие в звуке Вот давайте я запущу YouTube Какое-нибудь свое видео И вы послушаете Я думаю сами все поймете Вот сейчас у нас будет играть С21 Итак привет дорогие друзья Дорогие подписчики И те кто оказался на моем канале впервые Сегодня мы будем тестировать Полностью бесконтактную Автоматическую мойку Вот эту которая за моей спиной Вот здесь звук И теперь включим вот этот С22 Я думаю вы слышите разницу Вот эту вот Она у меня после Вот эту которая за моей спиной Мы будем В С22 Больше высоких частот И отсутствует какой-либо объем в звуке В С21 Когда вы Идет звук Он идет как будто из всего аппарата То есть такой объемный Хороший Звук с Частотами Достаточными То есть всеми частотами Звук хороший В С22 Он чуть-чуть Много высоких И такой звук Писклявый Слишком звенящий Грязная И я не чувствую в нем Никакого объема То есть Довольно таки показательный В этом как бы эти телефоны Отличаются И С21 Конечно в этом выигрывает Шим Как вы видите на камере Он Никуда не делся Он есть и на С22 И есть на С21 Если вы к Шиму Чувствительны Вам этот телефон Пользование этим телефоном Вам будет дискомфортно Или как делал я Я просто переходил на темную тему Ну и так как наш Шим Это изменение яркости Он очень виден на белом цвете И так как в темной теме Белого цвета маловато Таким образом Я боролся с Шимом Никакого 10-диминга нету Ну и по яркости Экрана Вот этот экран Ярче Где-то на 500 нит Максимальная его яркость Чем С22 Да Чем С21 Да Это видно Что этот экран Поярче Как-то он немножечко Поприятнее Ну и экран С21 Ну я не могу сказать Что он чем-то Хуже По самому корпусу Как эти телефоны Лежат в руках Мне все-таки Больше нравятся Покатые грани С21 Чем Рубленные Айфоноподобные Грани С22 Вот эти Здесь есть Небольшое Конечно Скругление Но Все равно Вы чувствуете Вот здесь Вот этот угол У себя На руке В С21 Все кругленькое Покатые И телефон В руке Лежит Классно Мне нравится Большая Как и в айфонах 11 линейки Мне они больше нравились Чем 12-13 Так И Вот здесь Вот в этих Самсунгах Но Видите Самсунг пошел На поводу У Моты У Эппл И Начали Делать Вот такие Скошенные Грани Хотя Экраны Водопады Мне тоже Нравились Больше Чем Вот такие Плоские Экраны Здесь Нету Карты Памяти Так что При покупке Нужно Сразу Выбирать Ту память Которая Вам нужна Карту Памяти Вы сюда Уже Коим Образом Не поставите Объем Памяти 128 И 256 Гигабайт Мои версии На 128 Гигабайт Поэтому Вот такое Сравнение Кратенькое Быстрое И Подведя итог Я могу Сказать Что Если Переплата Небольшая Процентов 20 Тогда Можно Взять С22 Если Вы найдете За хорошую Цену С21 Берите Его смело Вы ничего Абсолютно Не потеряете А приобретете В звуке В хорошем Объемном Звуке А по камерам Разницы Особой Нет Так что Спасибо За просмотр Этого Видео Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Пишите комментарии Задавайте вопросы С удовольствием На них отвечу И Всем пока До следующих Видео